Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор наиболее заметных событий нашей с вами рязанской жизни. Главная тема сегодня в коротком варианте выглядит так. Дом, который сильнее всех. Судьба известного в Рязани самостроя на улице Ленина 22 зависла в воздухе. Неизвестно до каких пор. Позвольте вам выйти вон. Людей с ограниченными возможностями в Рязани лишили еще одной возможности встречаться и общаться. А что там в выходные? В сегодняшней программе традиционная погодная заметка. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня наши корреспонденты продолжили выяснять, как же складывается судьба печально известного здания в центре Рязани по адресу Ленина 22. Уж и так и сяк рассказывали репортеры о вопиющем случае так называемого самостроя. Да и впрямь надо же было ответственным чиновникам прозевать такого вот неказистого монстра, да еще отнюдься не на окраине. Теперь есть и судебные постановления о сносе. Не оставляют строение своим вниманием активисты и общественники. Заявили о скором сносе судебные приставы. Но вот стоит нелегальный домик и нет на него ни у корота, ни властной силушки. Дом номер 22 на улице Ленина приговорен, но до сих пор ждет своего сноса. Ждут рязанцы. В феврале служба судебных приставов оповестила всерязанские СМИ о том, что в марте самопроизвольную застройку уничтожат. Но вот уже, как говорится, во всю апрель. А дом, как стоял, так и стоит. Вот зимнее досье. Скорее всего, эти работы будут проводиться, наверное, не в течение дня, чтобы не мешать движению транспорта. Как все согласуем, будем надеяться, что это будет в ближайшее время, то есть в течение марта, апреля месяца. Хозяйкой здания по всем бумагам является некая Мария Шпрингер. На сегодняшний день о ее местонахождении нам ничего не известно. Но кем и, главное, кому приходится эта женщина-загадка – большой вопрос. Если это не важно, то что тогда останавливает исполнителей приступить к сносу? Непонятно. Никаких строительных ограждений вокруг таинственного дома нет. Стены его занавешаны разноцветной ширмой непонятного и неприятного вида. Никакой активности вокруг дома не замечено. Ну а сами приставы, как ни странно, комментировать ситуацию на сегодняшний день не пожелали. Позже, мол, время пока не пришло. Так и живем. Есть или нет у незаконного дома на Ленина 22 авторитетный заступник, что никак это строение с места не сдвинуть, неизвестно. Но то, что простоит он еще долго, очевидно. Зато лихо и в раз решаются у нас дела по таким вопросам, как взять, да и выпихнуть слабого и беззащитного за дверь. Тут, похоже, законодательство или бюрократия, как говорится, очки надеть не хочет. Бумаги важнее, да и точка. Вот и случаются грустные истории вроде тех, которые сегодня поведал Глеб Галушкин. Председатель городской общественной организации родителей детей-инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что уже более 20 лет преподаватели работали со сложными детьми, учили их рисованию, выжиганию по дереву, висероплетению, народным ремеслам. Однако весной прошлого года директор научно-исследовательского института, в котором на протяжении этих двух десятков лет базировалась организация инвалидов, попросил их освободить помещение. Мне принесли письмо о том, что мы вам теперь не можем больше предоставлять это помещение. Причиной было расширение арендных площадей. Впоследствии я поняла, что это не причина, а всего лишь навсего предлог. Почему так захотелось ему сразу нас попросить, я к нему, конечно, спустилась и стала с ним разговаривать. Я поняла, что... Да, и принесла ему письмо ответное, что мы не можем вот к такому-то времени освободить помещение. Это нереально. Во-первых, нам некуда идти. Во-вторых, ну, просто хотелось как-то по-мирному с человеком поговорить и показать, что мы из себя представляем, что мы совершенно не социально опасны, что мы делаем такие дела, на которые следует обратить внимание. Первую атаку удалось отбить. Однако спустя почти год, в этом марте, родители и детей инвалидов попросту перестали пускать через проходную. Сорокин Николай Тимофеевич. Больше мне ничего не сказал и говорит, собрал своих замов и говорит, у нас не благотворительное общество, у нас не клуб по интересам, у вас свое, у меня свое. Вот, и поэтому, вот давайте, вот до такого-то времени. И опять нам далось срок. Председатель организации родителей детей инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что причиной их выселения является желание руководства института сдать освободившуюся площади в аренду. Организация инвалидов не способна оплатить необходимую сумму. Директор в НИМС Россельхозакадемии Николай Сорокин на переговоры не идет. Мы связались с секретарем Сорокина по телефону и получили ответ, что Николай Тимофеевич на такие темы с прессой не общается. Интересно, а на какие же темы готов общаться господин Сорокин? О развитии сельхознауки и механизации во имя процветания человечества? О том, как накормить страждущих в России? Как помочь нуждающимся? Но в свете того, что произошло, как-то неудобно, наверное, будет говорить о высоком и научном. Выходит, что необходимого для занятий прикладным творчеством помещения нет. Идти детям-инвалидам просто некуда. Такая вот научно-исследовательская история получается. На этой неделе рязанский губернатор дал команду начать коммунальную подготовку рязанских мест последнего пристанища, ушедших в мир иной. Ну, ничего тут мрачного нет. Через пару недель Пасха народ имеет обыкновение на большие праздники прислоняться к отеческим гробам, вспоминающих предков. Да и День Победы, любимый народный праздник, уже не за горами. Так что мемориалы должны привести в божеский вид. Где отмыть, отчистить, где подновить, подкрасить. Губернаторский наказ был сделан на заседании правительства в области во вторник. Надо расчистить подъездные пути, дороги, ведущие к этим памятным местам, также к кладбищам нашим, проходящим по их территории. Там, где надо подсыпать, подсыпать, там надо подремонтировать, подремонтировать. Установить достаточное количество контейнеров, особенно кладбищ, для сбора мусора. И своевременно их зачищать. А теперь совсем противоположный по жизненному вектору материал. Сегодня мы продолжаем цикл репортажа о рязанских детских садах, которые в своей работе так или иначе позитивно отличаются. Сегодня Оксана Тебенихина привезла в редакцию репортаж из детсада номер 120. Это коррекционный сад, в котором воспитываются, учатся, а также играют и веселятся, как и положено малышнее, ребята с ослабленным зрением. Здесь их учат воспринимать наш мир таким, каков он есть. Буквально ведут в жизнь по шажочку, взяв за руку. Рязанский детский садик номер 120 у нас единственный в своем роде. У каждого его воспитанника проблемы со зрением. А значит, и уход им нужен особенный. С малышами работают профессионалы своего дела. Наш детский сад посещают дети с нарушениями зрения. Это амблиопия, и согласие, и катаракты, и астигматизм. Есть дети слабовидящие, есть совсем тотально слепые. Таких деток у нас 65 человек на сегодняшний день с двух до семи лет. Особая гордость для руководства сада и одновременная радость для родителей малышни – лечебный кабинет. Вообще ни одно образовательное учреждение не обязано заниматься медицинской деятельностью. Ну а в 120-м детсаду ведется целый комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Всевозможные аппаратуры для поддержания и коррекции зрения ежедневно задействованы. С детьми работают опытные офтальмологи. Мы заключили договор с 6-й детской поликлиникой. Врач-офтальмолог, медсестры-ортоптистки приходят, то есть они здесь каждый день проводят лечение. База полностью наша и диагностическая, и лечебная аппаратура. Созданы все условия, и здесь они проходят лечение. 120-й детсад по большому счету ничем не отличается от остальных. Млыши занимаются рукоделием, ставят мини-спектакли, поют, танцуют, играют в развивающие игры. Ведь дети при любых обстоятельствах остаются детьми. А задача воспитателей и нянчик состоит в том, чтобы это время было для их подопечных приятным и полезным. Сегодня в программе репортаж Ирины Ковалевой, снятый в селе Лунино, это Шиловский район. Перефразируя знаменитую истину, его можно озаглавить грустно. Нет туриста в своем отечестве. Когда-то в 1523 году эти земли были дарованы Ивашке Лунину. Именно тогда и началась история села, которая впоследствии была переименована из Туралева в Лунино. О том, что земли эти принадлежали столь известному роду, который в своих произведениях был упомянут самим Пушкиным, сегодня свидетельствуют не только архивные документы, но и сохранившийся в прекрасном состоянии барский дом, построенный в конце XVIII века. Сегодня в нем расположена местная школа. Наверное, именно благодаря этому усадьбу находится в хорошем состоянии. Татьяна Башева, учитель математики и основатель школьного музея, с гордостью рассказывает об этом удивительном памятнике архитектуры, о котором они вместе с мужем, директором школы, заботятся с 1982 года. Все, что вы видите, делалось силами учеников здесь, силами учителей и тех служащих. Официально нам на внутреннюю отделку особо денег никогда не давали. Как рассказывает Татьяна, здесь полностью сохранена изначальная планировка усадьбы. Кое-где даже сохранился старинный паркет и необыкновенные росписи. Правда, все это пришлось прикрыть современными материалами. Здесь все-таки школа, а не музей. Недалеко от школы сохранилась старинная церковь, в подвалах которой, как поговаривают, до сих пор в дубовом гробу, подвешенном на цепях, покоится тело одного из представителей известной фамилии – Михаила Киприяновича Лунина. Вот такое удивительное место, чудом уцелевшее среди современного мира. Это жемчужина не только наша, Шиловского района и нашей области. Мне кажется, в самом деле мы же находимся под охраной государства. Это жемчужина, которая сохранилась на территории России, связанная с Луниным после дома Луниных. Там Петра Лунина, Петра Михайловича Лунина – это музей Востока в Москве. Сегодня Лунина с удовольствием посещают туристы не только из России. В книге отзывов оставляют записи китайцы, японцы, американцы. Но, к сожалению, далеко не все жители Рязани знают о существовании этой усадьбы. Им конец традиционный информационный материал для второй половины недели. Специально для тех, кто желает знать, какая будет погода в выходные дни. А это значит специально для всех. Синоптическая заметка от Оксаны Тебенихиной в нашей программе. Погода в начале апреля выдалась капризная и даже непредсказуемая. То зной, то холод, то снег, то слякоть. В общем, матушка природа показала нам весь спектр своих возможностей за последние несколько дней. А ведь хочется уже сбросить верхнюю одежду и переобуться в легкие черевички. Когда же наступит настоящая теплая весна? И стоит ли еще нам ждать похолоданий? Завтра, 4 апреля, днем ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега, мокрого снега, переходящие в дождь. Возможно, метель. На дорогах в ночные и утренние часы гололедится. Днем воздух прогреется всего лишь до плюс 2, плюс 4 градусов. Но уже в ночь на 5 апреля мы выходим в тыл этого циклона. Прогрев воздуха ожидается в пределах плюс 1, плюс 6 градусов. В воскресенье. Днем в отдельных районах при прохождении атмосферного фронта возможны осадки и преимущественные в виде дождя. Днем в воскресенье мы ожидаем плюс 6, плюс 11 градусов тепла. Такая теплая погода, к сожалению, сохранится ненадолго, а только в понедельник. А уже со вторника температура опять начнет понижаться. И в целом неустойчивая погода сохранится всю последующую неделю. Тепла пока ждать не стоит. Скорее всего, теплая весенняя погода наступит во второй половине апреля. Вот и сказано в стихах, у природы нет плохой погоды. А вспоминаем мы их только в легкий летний дождичек. А когда в апреле холод да снег, то уж про плохую погоду только и разговоров. Да все как-то больше в суровой прозе. Но солнышко и тепло уже не за горами. Там, где-то за рекой Акой, рядом. На сегодня у нас новостей больше нет, но темы еще остались. Дело в том, что в России изменились некоторые позиции сдачи экзаменов на право получения водительских прав. Всякие изменения делал для нас, жителей страны Великой, вполне обычное. Хорошо еще, что извещают нас об этом. Не пренебрегают. И то ладно. Сегодня в программе подробностей. Через очень короткое время мы рассчитываем получить конкретную информацию из первых рук по поводу водительских экзаменационных новшеств. Олеся Харлина беседует на заданную тему с учредителем автошколы, известным в Рязани экспертом в области обучения молодых водителей Владиславом Галкиным. Так что не переключайтесь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин